Пик популярности спайса в молодежной среде на Брещене пришелся на 2014-й. О широком распространении наркотика говорили многочисленные факты регистрации наркозависимых. Увлечение молодежи синтетическими смесями стало поводом к незамедлительным действиям как представителей правоохранительных органов, так и врачей-специалистов. Борьба с проблемой хоть и оказалась непростой, однако активная работа в этом направлении принесла свои плоды. Подводя итоги года 2015-го, возвращаясь к актуальному вопросу спайса зависимости и распространения запрещенного вещества, глава УВД Брестской области Федор Балейко отметил некоторые улучшения. На ситуации повлияло как упорно профилактику в явлении преступлений, так и изменение в законодательной базе принятия президентом декрета номер 6. Самое большое количество их проживает в городе Пинске. Больше полутыщи, где-то около 600 человек проживает в городе Пинске. Основной акцент сделали, конечно же, там, где их больше проживает. И были изменены нормы законодательства именно декрета номер 6. Повторное употребление наркотических средств. То есть мы освидетельствуем один раз, это административная предикция, а потом второй раз уже привлечение к уголовной ответственности. Мы считаем, что все эти принятые меры, они позволят нам добиться снижения преступности. А на 2016 год задача одна – не ослабевать ни в коем случае напряжение в работе по линии наркоконтроля, активно заниматься профилактикой. Активная профилактическая деятельность осуществляется и специалистами здравоохранения. Такая мера по-прежнему одна из самых эффективных, уверен главный врач Брестского областного наркологического диспансера Александр Бильдейко. В 2015-м наметилось сокращение числа потребителей синтетических наркотиков. Однако для врачей это не стало поводом, так сказать, отпустить проблему. Мы за здоровый образ жизни или жизнь без сомнительных удовольствий. Лозунги не на словах, а на деле. В учреждениях образования на регулярной основе врачами-специалистами проводятся профилактические беседы с подростками. К методу борьбы с наркозависимостью можно отнести психологические и медицинские тесты. Грамм профилактики равен килограмму лечения. Главное, чтобы эта профилактика была верной. Вот это вот все эти действия, это и есть профилактика. Не дать распространиться. Плюс все-таки какая-то информация более-менее исчерпывающая, объективная в средствах массовой информации. Вот эти все комплексные планы, которые приняли здравоохранение, милиция, образование, позволило этой проблеме уделить очень пристальное внимание. В связи с этим улучшилось состояние. Вот это и есть, по сути дела, профилактика. В 2015-м количество наркоманов, состоящих на учете в Брестском областном наркодиспансере, составило более 900 человек. Среди них только спайсозависимых – 21. По-прежнему главными причинами, побуждающими подростков к употреблению синтетического наркотика, по словам специалистов, остаются подражания сверстникам, плохая компания, недостаток внимания родителей, а также неполная занятость. Главврач Брестского областного наркологического диспансера призывает взрослых быть бдительными. Ведь даже в благополучных и счастливых семьях может произойти беда. Если ребенок стал замкнут, раздражительный, в его лексиконе появились какие-то новые слова, сленговые, у него изменились друзья. То есть раньше была одна команда, теперь уже другая. Он то сонлив, то возбужден. Появились проблемы с учебой, бросил секцию спортивную, начали пропадать деньги. Внешний вид изменился, какие-то специфические запахи от его одежды, от тела. В карманах обнаруживаются непонятные какие-то предметы. Поэтому несложно определить, что что-то с ребенком происходит. Вовремя заметить, чтобы успеть спасти своего ребенка, близкого человека. Взять к специалисту при обнаружении каких-либо симптомов, лабораторное обследование, либо специальное тестирование. Первые важные шаги на пути к положительному исходу ситуации. Каждый понимает, главная опасность, которую представляют собой наркотики. Скорый летальный исход. Задуматься о проблеме сегодня или оставить на завтрак, конечно, личное дело каждого. Но стоит ли такая беспечность, здоровье и полноценной жизни? Вопрос, который не лишним было бы задать самому себе.